Приветствую вас, и прежде чем говорить о том, правда это или нет, нужно сказать так, что отношение к тому, что происходит, к случайностям, к не случайностям, к целенаправленным действиям и прочим, зависит от мировоззренческих взглядов человека. Если личность верующая и считает, что есть Бог, высшая сила, божественная воля и прочее, то в таком случае, конечно, такие люди будут считать, что все, что они есть, это делать так к лучшему, потому что это божий промысел и так далее. Если человек не верит в Бога и считает, что только он сам хозяин своей жизни, то, соответственно, если происходит что-то плохое, то человек воспринимает это как либо результат своей деятельности, причем деятельности ошибочной, либо как неудачное в течение обстоятельств, которое он стремится исправить. И с этой точки зрения, когда люди говорят, что все, что они делают, все к лучшему, это обнушает оправдание себя. По сути, это такой, знаете, элемент фрустрации. Дело в том, что одной из реакций на фрустрацию является снижение цели. Вот яркий пример, когда в древности, значит, люди не могли достать плоды, висящие высоко на деревьях. Они говорили, а он никому не нурит этот плод. Потому что он там висит, он зеленый, он невкусный, горький и так далее. Так люди старались снизить ценность того, чего они не могли достичь. И вот в данном случае, при атеистическом и агнестическом отношении к жизни, подобные цитаты свидетельствуют об этой реакции на фрустрацию. То есть, у нас ничего не получилось, мы потерпели где-то неудачу, но мы очень сильно этого хотели. И чтобы вот снять напряжение от фрустрации, чтобы перестать фрустрировать, мы стараемся убедить себя в том, что это нам не так сильно было нужно, что все это к стране кучу лучше. Нам так понравится легче. По сути, это элемент цена обмана. Очень хорошо, очень четко, грамотно и ясно данные реакции были проиллюстрированы в экспериментах, когда людям давали задание выполнить заведомо невыполнимое действие. Эти люди переживали целую гамму чувств, целую гамму цепочку реакций на фрустрацию. Сперва это был агрессия, гнев, потом это было наоборот, депрессия, регрессия, пассивность. А после, это были различные варианты ухода из вот этой вот ситуации, в которую экспериментатор помещал человек. Уход был разный, но среди них, среди возможных вариантов ухода, всегда был такой вот выход, когда человек говорил, ну вот я не могу это делать, ну и не нужно мне, это вообще какое-то глупое занятие, какое-то бесполезное, лишенное всякого смысла. Поэтому, в зависимости от точки зрения, данную цитату можно возьмать по-разному. В зависимости от мировоззрения и религиозных убеждений в человеке. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личико, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.